Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня в выпуске следующие новости. Игроки начали массово занижать оценки Kerbal Space Program 2. Helldivers сняли с продажи в большом количестве регионов в магазине Steam. Игроки League of Legends столкнулись с проблемами из-за античит системы и многое другое. Kerbal Space Program 2 подверглась ревью бомбингу в магазине Steam. Согласно информации, пользователи начали массово оставлять отрицательные отзывы проекту, а также отговаривать других от его покупки. Причиной такой ситуации стало появление слухов о возможном закрытии студии разработчика Intercept Games. В своих комментариях игроки называют ситуацию мошенничеством, отмечая, что в тайтле до сих пор мало контента и нет большей части того, что авторы обещали при запуске. К тому же он все еще находится на этапе раннего доступа, но при этом продается по цене полноценной игры. Ранее Take2 сообщала, что поддержкой Kerbal Space Program 2 будет заниматься издательское подразделение Private Division. Однако позже появилась информация о том, что и в нем также прошли сокращения большей части штата. Других подробностей пока нет. Разработчики Apex Legends выпустили геймплейный трейлер предстоящего сезона «Искажения», а также поделились подробностями о грядущих изменениях, которые появятся в проекте. В частности, стало известно, что ключевой особенностью патча станет одиночный режим. Его можно будет опробовать до 24 июня. Появится новый персонаж Альтер. Среди ее способностей возможность видеть содержимое контейнеров смерти и создание порталов, проходящих свозь поверхность. В игру также добавят настраиваемые артефакты, которые можно будет улучшать при помощи специальных компонентов. Еще вернется карта «Расколотая луна», но в значительно измененном визуальном стиле, с новыми областями, подземными ходами и дополнительными маршрутами. Напомним, запуск сезона «Искажения» должен состояться в Apex Legends во вторник, 7 мая. Naikon Studio Milan поделилась новой информацией касательно предстоящего проекта в жанре выживания Terminator Survivors. Информация появилась в сообществе разработчиков Steam. В рамках материала рассказали следующее. Игра будет доступна для прохождения в оффлайн-режиме. Пользователям обещают полноценную сюжетную линию с побочными арками, необязательными квестами и большим количеством NPC. Команда не планирует добавлять PvP. Вместо этого в тайтле будет кооперативный онлайн, о котором сообщалось ранее. В роли главного антагониста проекта выступит T-800, постоянно преследующий выживших. В начале основной кампании игрокам станет доступна небольшая база, которую можно будет расширять за счет постройки дополнительных зданий и улучшения существующих. Для исследования мира откроются несколько видов транспорта. Помимо этого, ближе к выходу Terminator Survivors в Steam Early Access пройдет закрытое техническое тестирование. Напомним, релиз проекта должен состояться на ПК 24 октября, но в формате раннего доступа. А полноценная версия также появится на Xbox Series и PlayStation 5. Sony объявила об обязательной привязке аккаунта PlayStation Network для игры в шутер Helldivers 2 через Steam. Компания уточнила, что до текущего месяца процедура была опциональной из-за наличия неких технических проблем. Теперь же, начиная с 6 мая, она будет необходимой для всех игроков тайтла на площадке. Текущим пользователям платформы будет регулярно показываться окно с предупреждением о необходимости связать аккаунты до 4 июня. В самой компании отметили, что эта процедура призвана повысить безопасность, а также позволит блокировать нарушителей. В то же время игроки массово раскритиковали решение, отметив, что в ряде регионов создание аккаунта PlayStation Network физически невозможно. Многие начали оставлять отрицательные оценки в игре в Steam, отмечая, что если Sony не изменит решение, они потребуют возврата средств за игру. Компания ситуацию никак не комментировала, в то время как разработчики из Arrowhead Games в своем канале Discord принесли извинения и сообщили, что это было не их решение и что на данный момент они не в курсе всех региональных проблем. Помимо этого авторы посоветовали тем, у кого нет возможности связать аккаунты Steam и PSN, обращаться в техподдержку Sony, пока они сами будут пытаться добиться отмены этого требования или же искать другое решение. Однако в ночь на 5 мая Helldivers 2 была снята с продажи в Steam в более чем 170 странах мира. Многие пользователи и журналисты предполагают, что игра стала недоступна именно в тех регионах, в которых создание учетной записти PSN не представляется возможным. На этот же момент количество отрицательных оценок тайтла превысило 250 тысяч, опустив общий рейтинг до смешанного. Но в изменении в скандале не прокомментировали ни Sony, ни авторы игры. Создатели сериала «Звездные войны. Опорная команда» раскрыли приблизительную дату премьеры. Заявление было сделано в рамках фестиваля CCXP в Мексике. Так, премьера шоу должна стартовать на стриминговом сервисе Disney Plus на Рождество. Более точный день пока не указывается. Также не раскрывается и график выпуска эпизодов. Однако создатели проекта предполагают, что серии будут выходить раз в неделю. Напомним, тайтл расскажет историю группы детей, затерянных в космосе. Разработчики проекта «Смута» выпустили дорожную карту пост-релизной поддержки. Всего на текущий момент у команды запланировано пять крупных обновлений и одно дополнение. Каждый из патчей также получил название. В частности, «Стремительная атака» добавит улучшенную динамику боя и упор на блокирование атак. Ответный удар внесет усовершенствованную систему парирования, переработанную механику дальнобойных атак и повышенную сложность боев. Истинная угроза. Вместе с ним появятся изменения в прокачке боевых умений при помощи артефактов, обновленный искусственный интеллект врагов в групповых боях и уникальные способности для боссов. «Темный лес». В нем доработают многие механики, систему штрафов и бонусов, зависящую от времени суток, а также улучшат стелс. И, наконец, другая история. В этом патче появятся переделанные диалоги и корректировка нарратива. Из дополнений ожидается аддон под названием «Земский собор». Согласно описанию, это политический триллер, события которого будут разворачиваться в 1613 году. Сюжет расскажет об интригах и закулисной борьбе в Боярской думе. На данный момент точные сроки выхода каждого из обновлений не указываются. Издание The Hollywood Reporter сообщило о перезапуске серии фильмов «Бегущий в лабиринте», основанной на книгах писателя Джеймса Дешнера. Производством занимается кинокомпания 20th Century Studios. Отмечается, что на роль сценариста сейчас рассматривается Джек Паглин, а автор оригинальной трилогии режиссер Уэс Болл выступит в качестве продюсера. Новая лента не будет пересказывать уже известную историю, но при этом возьмет из нее лучшее. Других подробностей пока нет. Напомним, премьера самой первой части серии состоялась в 2014 году. Проект стал большим коммерческим успехом, собрав в прокате свыше 300 миллионов долларов при бюджете в 30 миллионов. Джан Карло Эспозита появится в киновселенной Марвел. Официальное заявление актер сделал в рамках своего выступления перед фанатами на выставке CCXP в Мексике. Он отметил, что его роль превзойдет все ожидания зрителей, однако не будет тем, что предрекали ему фанаты. Никакой другой информации пока нет. Напомним, ранее сам Эспозита заявлял, что был бы не против сыграть в Марвел Профессора Икс. Студия Медиатоник анонсировала еще одну коллаборацию для своего проекта Full Geist. В этот раз в нем появятся наборы, посвященные вселенной Звездных Войн. Разработчики выпустили специальный трейлер, из которого стало известно, что в рамках события в игре появятся публики Чубаки, Хана Соло, Боба Фетта, Имперского штурмовика и многие другие. Помимо этого станет доступен новый режим исследования, возможность выражать эмоции, просить помощи и так далее. Событие стартует в Full Geist 7 мая и продлиться до 20 числа текущего месяца. Игроки проекта League of Legends начали жаловаться на появление проблем с игрой из-за добавления античит-системы Vanguard. Согласно сообщениям, больше всего поломок возникает на операционной системе Windows 11. В частности, у некоторых пользователей игра периодически начала показывать черный экран, а в других случаях появилась ситуация с несовместимостью драйверов. Она была спровоцирована тем, что ранее для установки Windows 11 пользователи намеренно обходили высокие системные требования. Однако теперь им либо придется вносить изменения в BIOS вручную, либо возвращаться на Windows 10. В то же время разработчики уточнили, что по их данным с проблемами столкнулось всего около 0,3% всех игроков. При этом большая часть жалоб решилась при помощи обращения в службу поддержки. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, а также ставьте лайки и комментарии с вашим мнением по сегодняшним новостям. Напоминаем также, что у нас есть канал в ТикТок, где два раза в день выходят короткие сводки новостей, и группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки на них в описании под видео. Там же ссылки на нашей странице Boosty Donation Alerts для помощи в существовании и развитии канала. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч!